Здесь несколько прекрасных гостей. Думаю, вы знаете меня и, конечно, знаете премьер-министра. Могли бы вы, ребята, представиться и немного рассказать о себе? Вы оба делаете потрясающие вещи, так что, пожалуйста, не стесняйтесь. Конечно. Я Грег Брокман, президент и сооснователь OpenAI. OpenAI родился в моей квартире в 2015-2016. Это было очень интересно, не только продвигать продукт, но и помогать направлять его в позитивное русло. То, что заставило меня пойти в сферу ИИ, воодушевило, это то, что индустрия станет преобразующей и может принести огромную пользу людям. Но нам нужно думать и о минусах. Это я отметил в разговоре Илона и Бениамина, и, надеюсь, мы это обсудим подробнее. И раз Грег был слишком скромен сам это сказать, я добавлю про него кое-что. Всего несколько лет назад Грег и его коллеги говорили, чуваки, через несколько лет у нас будет настоящий ИИ, который сможет освоить человеческий язык и человеческие знания. Многие из моих коллег по области говорили, это бред, это научная фантастика, на это уйдут десятилетия. Но вы это сделали. У нас буквально был стажер в 2016-м, первое лето нашей работы. Мы обсуждали, как пройти тест Тьюринга, у нас были разные идеи, и мы говорили, через три года мы его пройдем. Стажер тогда сказал, я работать сюда не пойду, вы психи. Через три года у нас уже был GPT-2. Да, тест Тьюринга мы не прошли, так что он был прав. Но мы добились большого прогресса, большего, чем от нас ожидали. Я Макс Тегмарк, я профессор в MIT, я занимаюсь исследованиями в области ИИ. Вы были очень правы, когда говорили, что искусственный интеллект станет одновременно и благословением, и проклятием. Я очень долго радовался аспекту благословения. Как мы сможем использовать ИИ, чтобы решать все эти вопросы, на решение которых нам раньше не хватало ума? И даже больше, обеспечить процветание жизни на Земле и за ее пределами на миллиарды лет вперед? На меня волнует и аспект проклятия. Поэтому 9 лет назад я основал НКО под названием «Институт будущего жизни». Вместе с Илоном мы предприняли первую в истории попытку распространения безопасности ИИ. Мы запустили программу грантов по всему миру, обучали и проводили конференции. Грег тоже участвовал. Мы хотим убедиться, что направляем мощную технологию в русло благословения, подальше от проклятия. Я хотел бы упомянуть книгу, которую ты написал. Хорошая книга. Это очень хорошая книга. Это чат GPT писал? У меня есть алиби. Даже Грег не успел написать книгу к тому моменту, как я выпустил эту. То есть чата GPT недостаточно, чтобы такое провернуть? Хотя, я так понял, ему нужно дать еще пару минут. У него получится. Давайте поговорим об этом. То, что вы делаете, колоссальный вклад. Я, когда смотрю на талантливых людей на этой сцене, я к ним не отношусь. То вспоминаю, что сказал Джон Кеннеди, когда привел свою одаренную команду в Белый дом. Он сказал, это самая талантливая команда людей, которая находилась в этом здании, со времен, когда Томас Джефферсон тут ужинал один. Вы, скорее всего, их превзойдете и измените ход истории. Но с такой властью на вас лежит огромная ответственность, и в этом и суть нашего разговора. Как нам ввести меру ответственности и этики в эту экспоненциально меняющуюся разработку? Как нам это сделать? Я бы хотел узнать у вас. Это очень интересная дискуссия. Я знаю почти всех, кто занимается ИИ, и не могу вспомнить почти ни одного человека, у которого были бы плохие цели. У всех хорошие мотивы, и люди хотят создать технологию, которая поможет миру. Но вспомнить даже кого-нибудь вроде Эйнштейна, который, очевидно, был очень миролюбимым человеком, он и не думал, что результатом его открытий в физике станет разработка ядерной бомбы. Он и не думал создавать мощнейшее оружие, он пытался понять Вселенную. Я хочу уточнить, что критика любых разработок в сфере ИИ, это не критика людей, которые его разрабатывают. Просто нужно иметь в виду, что так же, как Эйнштейн не ожидал, что его работы станут основой для ядерного оружия, так и даже самые благие намерения могут привести к плохому исходу. Такая вероятность есть. Нам стоит предпринимать все возможные действия, чтобы гарантировать хорошее будущее для человечества, чтобы ИИ был скорее благословением, чем проклятием. Именно поэтому я этим занимаюсь. Ты не на стороне зла? Баланс здесь определенно важен. И одним из ключевых моментов является калибровка решений и технологии. Эта технология умеет удивлять. У людей есть представление, они читали Азимова, читали другую научную фантастику и размышления о месте умных устройств жизни человека, особенно если они умнее. Но почему-то никто не предсказал GPT-3. Технология, которую мы создаем, все равно удивительна. У нее есть неожиданные свойства. Почему-то казалось, что если компьютер сможет победить человека в шахматы, значит это настоящий интеллект. А оказалось, что это первое, что он сделал. Это значит, нам нужно калиброваться. Не только относительно того, на что способны текущие системы. Мы поэтому и создали чат GPT. Важно не забываться и не думать, что ты знаешь, как все обернется, и как люди могут злоупотреблять системой. Нужно использовать систему и тратить много времени на размышления о том, что работает, а что нет. И, конечно, не забывать смотреть в будущее. Мы уделяем много внимания предсказанию возможностей. В релизе GPT-4, пожалуй, недооценили, насколько четко мы представляли уровень мастерства GPT-4 еще до того, как мы обучили модель. С предыдущими моделями мы так делать не могли. Подобное видение на уровне социума — один из ответов на ваш вопрос. Очевидно, если смотреть вперед, мы будем знать, что нас ждет. А с ИИ всегда было наоборот. Он постоянно застигал нас расплох. Я хочу задать довольно сложный вопрос. Книга Макса разбирает экзистенциальный вопрос. Мы запускаем человеческий интеллект, превратившийся в искусственный интеллект, на огромной ракете в космос. Это большой философский вопрос. Надеюсь, у нас есть хотя бы лет шесть до того, как это произойдет. Но я, как лидер страны, в которой есть много сотрудников из этой индустрии, мы занимаем второе место в мире по количеству профессионалов в пересчете на население. Мы хотим быть в топ-3, потому что нам важно двигать страну вперед. И это поднимает вопросы, которые мы с Илоном уже обсудили, но у меня есть еще один. Когда выйдет условно ЧАД GPT-8, что станет с рынком труда? В Голливуде актеры и сценаристы уже вышли на забастовки. Вы, конечно, можете попытаться меня успокоить разговорами о прошлых революциях, что в итоге было создано больше рабочих мест, чем потеряно. Но верите ли вы в это сейчас? Я думаю, это не очевидный момент и отличный вопрос. И важно посмотреть на общую картину. Безусловно, какие-то рабочие места будут потеряны. Как сбалансировать создание новых рабочих мест? Можно пытаться успокоить людей и говорить, посмотрите на предыдущие промышленные революции, но я не думаю, что ИИ похож на другие технологии. Мы обычно видим автоматизацию технических узлов создания продуктов, а здесь речь о креативном аспекте их создания. Но нам хочется двигаться дальше, а не сидеть и думать, я мог бы быть художником, а теперь ИИ мой конкурент. ИИ нам нужен для того, чтобы подкидывать нам идеи и решать проблемы, которые мы не могли раньше решить. Как выглядит этот мир? Мир без дефицита, где для выживания не нужно работать. Люди идентифицируют себя со своим ремеслом. Ты и то, что ты делаешь. Именно. Что будет тогда? Как это будет выглядеть? У меня сейчас нет ответа на вопрос, как именно будет выглядеть этот баланс. Я полагаю, нас ждут основательные изменения в самом отношении к работе. Это может изменить весь ландшафт индустрии. Отвечая на твой вопрос, вот ты условно охотник-собиратель. Что будет с твоей работой охотника-собирателя после сельскохозяйственной революции? Это удивительный вопрос, потому что рамки меняются. Я не пытаюсь уйти от ответа, и может случиться так, что в итоге мы потеряем больше рабочих мест, чем создадим. И это внесет много хаоса и неопределенности, но нам нужно смотреть вперед. Если мы сможем предугадать результат, тем больше будет конкретных ответов. У нас есть ребята, которые стараются это решить, но мы только начинаем, и нам нужна помощь. Это изменит наши экономические модели. Я явный сторонник свободного рынка. Я помог открыть экономику Израиля и сделать страну своего рода технологической державой. Но это за счет свободных рынков. А свободный рынок — это открытая конкуренция. Это нормально. Из-за ограничений только монополия. Я общался с одним из ваших коллег, Питером Тилем, и он сказал, это все преимущество масштаба, монополия. Я ответил, что я в это верю, но в какой-то момент нам нужно притормозить, потому что мы не хотим подавлять конкуренцию. ИИ строят стену, а компании с капитализацией в триллион выпустили его в одночасье. Эти компании набирают огромное богатство и власть со все меньшим количеством сотрудников. Вопрос в том, что делать с такой монополией на власть, что делать с конкуренцией. Если ИИ поглотит гораздо больше рабочих мест, чем сможет создать, то нам придется изменить структуру нашей экономической политики и наш политический курс, чтобы заботиться о людях, которые не смогут найти работу. Не будут вносить добавленную стоимость в экономику. Мы должны убедиться, что они могут жить достойной жизнью и что у них есть доступ к услугам и деньги. Но для таких сторонников свободного рынка, как я, нужна будет новая сложная модель. И это произойдет очень быстро. Не думаю, что скорость изменений будет такой, что будет время приспособиться. Мне понравилось, как ты задал вопрос о том, что будет дальше. И я хотел бы продолжить эту тему. В моем понимании, если задавать пассивный вопрос, типа «Что с нами будет?» Давайте посидим, возьмем попкорн и подождем будущего. Тогда мы на пути к проклятию. Это очень пассивный подход. И мы уже проводили такой эксперимент, когда на планете появился вид, который был умнее других. Так вымерли неандертальцы. Если мы пассивно будем подходить к этому вопросу, с большой вероятностью человечество тоже вымрет. И это неправильный подход, как по мне. Даже в экономических вопросах, стоящих перед страной, вы же не сидите и не ждете, что произойдет, а попутно у вас развивается детский труд и супер-монополия. Нет, вы спрашиваете себя «А что мы хотим?» И создаете институты, запрещаете детский труд, принимаете антимонопольные законы. В этом случае вопрос должен быть «Как нам сделать так, что с этой мощной технологией мы останемся у руля, а не наоборот?» Но я очень горд, что ты читал мою книгу. Надеюсь, она тебя не усыпила, потому что у меня есть работа для задротов, очень техническая. Тут говорится о технологическом подходе к контролю над машинами даже над теми, что умнее нас, путем формального доказывания безопасности ИИ за счет других ИИ. Я очень воодушевлен этим путем, потому что единственный способ доверять чему-то, что гораздо умнее тебя, что будет следовать твоим интересам, это иметь доказательства. Потому что неважно, насколько ИИ умен, он не сможет сделать то, что доказуемо невозможно. И оказывается, гораздо сложнее найти доказательства в математике или знать, что будет делать программа, чем проверить правильность доказательства. Можно написать программу из 300 строк кода, которая будет проверять любое доказательство, любое утверждение. Мы можем это понять. Если мы будем заставлять ИИ предоставлять нам, людям, доказательства и соответствовать нашим спецификациям, то у нас будет возможность контролировать то, что умнее нас. Откуда нам знать, что доказательство не подлежит сомнению? В этом вся прелесть математики. Ее можно проверить. Даже если это блестящее доказательство, к которому я бы не смог прийти, я просто могу все проверить на практике. Есть целая наука проверки программ для кибербезопасности. Компании просто устали терять миллионы долларов из-за регулярных взломов, потому что в очередной раз был найден какой-то баг в безопасности. Они годами в это инвестируют. Мы с Грегом как раз говорили об этом за кулисами. Область, которая занимается попытками доказать безопасность тех или иных вещей, все еще в каменном веке. В мире до появления больших языковых моделей, где люди сами ищут доказательства. Я думаю, эта индустрия созрела для революции, где такая технология, как OpenAI, может повысить нашу способность искать доказательства в коде. Как по мне, есть и общая картина. На мой взгляд, кибербезопасность — это всегда игра в кошки-мышки. Есть злоумышленники, есть охрана, и все повышают ставки, пытаясь друг друга обыграть. Будет ли время, когда защитники победят? Будет ли время, когда победят злоумышленники? Думаю, с ИИ этот баланс может сместиться. И формальная верификация — это пример того, как защитники могут выиграть раз и навсегда. Это, конечно, вопрос кучи звездочек. И лишь вероятность. Но, по крайней мере, на техническом уровне идея формальной верификации заключается в том, что если вы можете математически доказать, что эти системы безопасны и хороши, и в них нет багов, то все баги за последние 10 лет будут решены. Мы знаем, что в будущем мы с ними не столкнемся. Конечно, нужно быть очень осторожными, нужно убедиться, что модель правильная, там на самом деле много нюансов. Но интересно, что то, как мы сейчас воспринимаем работу по обеспечению безопасности, может полностью измениться. Раньше такой возможности не было. Это освободит время. Именно. Для задротов, которые любят код, стоит добавить, что все, чего может добиться отладка, это доказать наличие ошибки. Если ты не нашел багов, а существуют ли они? Когда у тебя есть доказательства, как сказал Грег, это называется формальная верификация, это значит, что у нас есть гарантии. Вопрос решен. Все верно. Получается, что математика — это буквально законы Вселенной. Она неизменна, не будет какой-то другой, инопланетной математики. Не стоит это предполагать. Теорема Гёделя и все такое имеет значение, когда мы имеем дело с бесконечностями разных видов. Компьютеры, даже большие сервера Грега, они конечны. Но я бы последил за инопланетной математикой. Но ты можешь формализовать, что невозможно взломать его ноутбук. Если у нас есть доказательства, вопрос решен. Помимо всех этих больших вопросов, о которых вы говорите, для меня насущная проблема — это разработка национальной политики, о которой я планирую объявить через несколько месяцев. И ваш приезд стал не последней причиной. Вопрос в том, чего вы пытаетесь добиться. Вы пытаетесь улучшить все системы — транспорт, здравоохранение, образование, сельское хозяйство, производство, для правительства, для частного сектора, для благотворительности, для академических кругов. Какова в этом роль правительства? Разные страны ищут решения в контексте тех инструментов, которые вы создаете. Думаю, что более серьезный вопрос в том, что вы все еще монополизируете власть ИИ. В небольших концентрациях. Ты, Илон, говорил про масштаб. Вам нужны большие данные, большие вычислительные мощности, нужны люди для создания алгоритмов. И все это сосредоточено в нескольких странах. Перед нами стоит задача, нам нужно позаботиться и о себе, и об остальных, чтобы преимущества этих систем стали доступны, скажем так, неимущим в контексте науки и технологий. Это еще одна проблема. Но пока что я знаю, что те успехи, которых мы добились, по крайней мере, в Израиле, какие-то лекарства, капсульная эндоскопия для диагностики заболеваний кишечника, да и все что угодно, от ICQ до помидорок черри. Какие-то всем полезные вещи, капельное орошение, к примеру. С ИИ, мне кажется, будет концентрация власти, которая создает все больше разрыв между имущими и неимущими. А это то, что вызывает нестабильность в мире. Я не знаю, как это решить. Во-первых, что касается плотности талантов, у нас есть несколько израильских инженеров, ученых и менеджеров, и это первоклассные сотрудники. Менеджер одной из наших основных команд раньше был в спецназе, и его ничем не удивить. Есть что-то в израильском подходе, что очень способствует работе в нашей области. Я думаю, очень важно противостоять феномену, что богатые становятся богаче, если это происходит за счет всех остальных. Нам стоит стремиться к миру, где уровень жизни поднимется для всех. Да, будут в этом ландшафте какие-то неровности, и этому стоит уделять внимание. И руководители стран, как ты, должны быть об этом осведомлены. Мы говорили о безусловном базовом доходе. OpenAI провела самое большое исследование ББД, насколько мне известно. Люди говорят об этом о безусловном базовом доходе, где правительство просто распределяет деньги. Если большинство людей не работает и не зарабатывает, и при этом мы живем в мире изобилия, будет ли работать такой механизм? Может, да, может, нет. Есть много предположений, как это может работать. И очевидно, в этой идее есть много недостатков. Но я думаю, что нам нужны креативные решения, потому что, опять же, баланс защиты против нападения может измениться, изменится производство, и, возможно, даже то, что нужно для построения стабильного общества. Илон, мы с тобой как-то общались, и я задал тебе вопрос, что делать, когда у людей не будет работы, а мы будем просто давать им деньги? И ты сказал, а что плохого в том, чтобы жить в раю? Ты, кажется, так сказал? Да, это, конечно, вопрос концепции рая. В раю? Кажется, в раю же не надо работать. Это где-то уточняется? Не, вы меня, конечно, поправьте, если что. Смотрите, самый положительный сценарий, по которому может пойти ИИ, это само описание рая. В том смысле, что никому больше не нужно будет работать. И я бы не назвал это безусловным базовым доходом, я бы сказал, высоким доходом. Я тут, конечно, говорю о самом лучшем возможном исходе. Я не говорю, что так обязательно будет. Существует целый ряд сценариев, от очень негативных до очень позитивных, но положительный исход, по сути, звучит как рай. Людям не нужно будет работать, у них будет все, что они пожелают, не будет никаких обязательств, а любая болезнь будет вылечена. А когда мы умрем... Хороший вопрос. Думаю, смерть будет выбором. Возможно, это станет выбором. Вы хотите такой мир? Не знаю, это философский вопрос. Хотели бы мы концепции рая в том виде, в котором его обычно описывают? Хотим ли мы жить в будущем, в котором ИИ в разы лучше нас выполняет вообще все задачи? Мы тут приходим к вопросам поиска смысла жизни. И если ИИ делает все лучше нас, какую мы жизнь ведем? Гедонистическую? Не знаю, сложно сказать. Но так или иначе, положительный сценарий развития событий приведет к профициту товаров и услуг. Роботы и компьютеры смогут производить то, что хотят люди в любом объеме, без ограничений. Любой дефицит будет искусственным. Типа как конкретное произведение искусства, созданное человеком, оно уникальное и особенное. Но это искусственный дефицит, но дефицита в нашем нынешнем понимании не будет. Мы сами решим, что будет в дефиците. Думаю, это потенциально хорошее будущее для многих людей. Я лично немного расстроюсь, потому что не знаю, чем мне тогда заниматься. Ты что-нибудь придумаешь. Думаю, это очень интересный список задач. Что делать, если у людей не будет работы? Но важно понимать, что мы не окажемся в этой ситуации автоматически. Есть вероятность, что мы окажемся в ситуации, где у людей нет работы, потому что людей больше нет. Где мы буквально вымрем. В мае вышло заявление, Грег, ты, кажется, с Сэмом Альтманом его поддержал, о том, что нужно серьезно воспринимать угрозу вымирания человечества. Может, это и звучит как что-то из научной фантастики, но, как мы уже говорили, ваш успех еще несколько лет назад тоже казался чем-то из художественной литературы. Ты говоришь, что у нас мало времени, но всякое может произойти в относительно скором времени. Я хочу хорошего будущего, и для меня очень важно думать о том, как нам избегать плохих сценариев. Довольно очевидно, как мы можем оказаться в плохой ситуации. Идея того, что мы можем потерять контроль над чем-то разумным, совсем не нова. Алан Тьюринг об этом говорил еще в 50-х, что этого стоит ожидать. На нашей планете так всегда и происходило. Появлялись новые, более умные виды, и начинали контролировать более старые. И вот уже пока неандертальцы, пока мамонты, ну или кто там. А по существу, вообще, в Голливуде много сценариев, где человек теряет управление над ИИ, и он захватывает власть. Но есть и другие способы пойти по плохому пути и с большей охотой. Например, вот смотри, я тоже приверженец свободного рынка, и вот люди конкурируют друг с другом, они же могут добровольно отдать машинам контроль, чтобы получить преимущество. Компании, которые заменяют сотрудников на машины, вытеснят компании, которые этого не сделают. А армии, которые будут использовать машины, будут побеждать. Как только у нас появится ИИ, который будет эффективнее управлять компаниями и странами, то те правительства, которые заменили премьер-министров на машины, получат преимущество над теми, которые этого не сделали. И мы окажемся в будущем, где все это работает, но это больше не наше будущее. И мы такие, погодите, а мы где не туда свернули? Мы же делали это для нас. О том и речь. Илон, позволь мне воспользоваться твоей риторикой. Я спесишист. Тут сложно им не быть. Я за человеческий вид. Мы можем говорить об эволюции, и искусственном интеллекте, и так далее, но в еврейской традиции есть поговорка. Как бы ее перевести? Нищие из вашего собственного города предшествуют нищим из других городов. Нам нужно сохранять человеческий вид. И наша проблема не просто вымирание, и мы, конечно, можем подробнее об этом поговорить. Но есть и другое. Даже если мы не вымрем, как нам определять себя? Ты говорил об этом, Грег. В Библии есть миф о том, что у нас был рай, тебе ничего не нужно было делать, фрукты можно было просто срывать с деревьев, а потом приходит змей и все портит. И мы обречены всю жизнь тяжело трудиться. Жизнь — это борьба, жизнь так определяют. Мы боремся с силами природы, с другими людьми, с животными, постоянно пытаемся улучшить свое положение. Именно через это человеческая раса себя определяет, и наше определение самих себя тоже на этом основано. И отдельных личностей, и наций, и человечества в целом. А теперь это может измениться. Вы уже бросили этому вызов. Здесь становится под вопрос и наше самоопределение, которое у нас было на протяжении всей истории человечества, и наше существование в целом. Пожалуйста, объясните, почему вы думаете, что перед нами стоит угроза вымирания? Я, кстати, хотел объяснить. С моей точки зрения, все это сдвиг парадигмы. Даже вопрос о том, как будет выглядеть будущее после наступления положительного сценария с сильным ИИ. Нам даже истинный потенциал сложно вообразить. Речь не только о материальном изобилии, где у нас у всех, не знаю, хорошие машины. Надеюсь, Теслы. Речь и о том, что у всех будет хорошее образование. У всех есть история про какого-то хорошего учителя, который уделял им внимание и вдохновил на занятия в какой-то конкретной области. Представьте, если бы у вас такой учитель был всегда и по любому вопросу. Подумайте, как бы это нам помогло, мы бы лучше друг друга понимали. Это один пример возможных преимуществ. И вопрос, а что вообще значит быть человеком? Как предсказать наше будущее? Как по мне, лучшее предположение дальнейшего развития революции было у Рея Курцвелла. Согласен. Его книгу «И сингулярность» уже близка, многие критикуют. Люди предполагают, что будет чуть ли не религиозный текст, а это на самом деле сухая аналитика. Он смотрит на кривые вычисления и говорит, это фундаментальный способ разблокировки интеллекта. Все думали, что это бред, а теперь это по сути реализовалось, и никого не удивляет. Во-первых, он говорит, что мы сделаем сильный ИИ к 2029 году. Да, я людям все говорю, что он практически в яблочко каждый раз попадает. Даже жутко. В 2030-м он предсказывает слияние, так что ждем нейролинка и подобные системы. Но что это будет означать, если мы буквально сольемся с ИИ? Нейролинк изначально движется медленнее, чем ИИ, потому что всякий раз, когда речь идет об установке устройств в тело человека, нужно быть предельно осторожным. Мне не кажется, что нейролинк будет готов раньше, чем придет сильный ИИ. Сильный ИИ, скорее всего, появится раньше, но мы придем к своего рода сингулярности. Сингулярность в контексте цифрового суперинтеллекта означает, что нам сложно будет предсказать, что произойдет, прямо как с черной дырой при переходе за горизонт событий. Сейчас мы кружим по горизонту событий черной дыры, цифрового суперинтеллекта. Причина возникновения нейролинк именно в этом. Поначалу мы будем полезны людям с травмами спинного мозга. Базовые вещи — помогать людям с полным параличом, таким людям, как Стивен Хокинг, коммуницировать даже быстрее, чем я, человек с полностью функционирующим телом. И в конечном счете мы хотим улучшить пропускную способность между корой головного мозга и вашей цифровой ИИ-версией. Многие люди до сих пор не осознают, что они уже киборги. У нас есть лимбическая система, основной диск, так скажем. Кора головного мозга — это мышление и планирование. И третичный слой — это ваш компьютер, ваши устройства, телефоны, все существующие серверы, приложения. Более того, уверен, многим знакомо чувство, когда забываешь дома телефон. Так, заберите у них телефоны. Когда ты забываешь телефон, сталкиваешься с фантомной болью. Хлопаешь себя по карманам, да где он, блин? Это что-то сродни явлению фантомной боли, именно потому что ваш телефон — это ваше продолжение. Нас ограничивает только пропускная способность. Скорость, с которой мы вводим информацию в телефон или компьютер, очень низкая. С телефоном — это скорость движения больших пальцев, лучшая скорость — с клавиатурой. Но даже это очень низкий дата-рейт. Это десятки, может быть, сотни бит в секунду, тогда как компьютер может обмениваться данными со скоростью триллионов в бит в секунду. Конечно, это нелегкая задача, но если мы сможем улучшить пропускную способность между корой головного мозга и третичным цифровым уровнем, то можно добиться большей связи между тем, чего хотят люди, и тем, что делает ИИ. По крайней мере, теория такова. Я не говорю, что это бесспорно будет так, но это один из потенциальных вариантов. Если в конечном счете сотни, миллионы, миллиарды людей получат высокоскоростной интерфейс со своим цифровым слоем, с их копией в ИИ, то это может привести к лучшему будущему для человечества. Тут уже пошла какая-то эзотерика, надеюсь, вам что-то из этого понятно. И опять же, это сложный процесс. Но знаете что? Я еще ни разу не встречал человека, который хотел бы избавиться от коры головного мозга или от лимбической системы. Подозреваю, что никто из присутствующих этого бы не хотел. И от телефона тоже. Ну, я, кстати, встречал людей, которые не пользуются смартфонами, но это редкость. Признаюсь, я годами этого избегал. Более того, у меня не только смартфона не было, в ближайшем окружении. У меня не было даже телевизора. У меня были телефоны, которым уже 35 лет. Потому что я премьер-министр Израиля, и я знаю, что это значит. Может, не все присутствующие знают, но мы знали. Теперь, проведя время с оппозицией, я начал пользоваться смартфоном, и мне очень сложно от него отделиться. По тем же причинам, о которых Илон говорил, он стал продолжением меня, хранилищем памяти, возможности очень быстро получить информацию. И да, ты правильно говоришь, это очень медленно, но по сравнению с тем, что было раньше. Когда у нас были люди, проводящие исследования, нужно было ходить в библиотеку, всего этого уже нет. Но то, что есть сейчас, тоже будет казаться примитивно по сравнению с тем, о чем ты говоришь. Да, я хочу кое-что сказать, а потом передам слово Максу. Это довольно забавно, если предположить лучший исход ИИ. Представьте, что вы ИИ, и вы просто хотите, чтобы человек сказал вам, чего он хочет. Пожалуйста, скажи уже. Но человек говорит так медленно, как дерево. Деревья же общаются. Если посмотреть ускоренную запись роста дерева, можно наблюдать, как оно общается. Оно общается с Землей, пытается найти солнечный свет, реагирует на другие деревья. Очень медленно. Хотя с точки зрения дерева, это не так уж и медленно. В общем, я о чем? Не хотелось бы быть деревом. В этом заключается идея создания нейроинтерфейсов с высокой пропускной способностью. Даже если ИИ будет стремиться делать для нас хорошее, так мы сможем в несколько раз быстрее с ним коммуницировать. Отлично, что ты упомянул деревья. Потому что если кому-то еще непонятно, почему высока вероятность, что мы вымрем из-за сильного ИИ, для него мы правда как деревья. ИИ гораздо быстрее нас, а мы правда как деревья. Представьте, есть деревья в лесу, которые переживают, что придут люди и вырубят их. А другие им говорят, не переживай, мы умные, мы их остановим. Ага, удачи. Мне нравится, что мы коснулись философской стороны вопроса и говорим о том, что значит быть человеком. Я бы хотел продолжить эту тему. Секунду, мы к этому вернемся. Ты предполагаешь, что опасность вымирания человечества заключается в том, что при появлении цифрового суперинтеллекта, который в разы превосходит людей, ИИ не увидит ценности в продолжении существования человечества, программа вырвется наружу? Ты это имеешь в виду? Если уж мы будем настолько тупы и создадим сущность, которая в разы сильнее нас и не разделяет наши цели, то да, это очень плохая идея. Вы в Израиле наверняка хорошо понимаете, что если есть другие разумные существа, которые не разделяют ваши ценности, все может закончиться очень плохо. Давайте не будем совершать эту ошибку, наделяя большой властью машины, которые не разделяют наши ценности. Мы, конечно, можем подойти к вопросу несколькими способами. Я вернусь к тому, что конкретно мы можем сделать, но хотел быстро обсудить философскую часть вопроса. Одна из вещей, которую я больше всего ценю в человеческом бытии, это свобода выбора. Я могу принимать решения, вносить свой вклад. И одна из самых прекрасных вещей в вашей работе с технологиями — это возможность дать нам больше свободы. В средние века ожидаемая продолжительность жизни была лет 30. Люди знали, что в следующем году они могут умереть от голода просто из-за погодных условий. Мы живем во вдохновляющее время, когда мы сами управляем своим кораблем и технологией дают нашему виду больше свободы. Поэтому я говорю, что нам стоит использовать эту свободу и создать прекрасное будущее, а не выбрасывать ее. А что касается конкретных действий, у меня есть три предложения. Я поподробнее о каждом расскажу. Первое — приостановка разработки опасных вещей. Второе — контроль над машинами. Третье — связано с вдохновением на будущее. Что касается управления, мы уже обсудили важность сохранения контроля над машинами, поэтому я не буду разворачивать этот пункт. Что же с нами произойдет? Несите попкорн. Это для меня слишком пассивно. Давайте воспользуемся нашей свободой и спросим себя, не что мы думаем будет дальше, а что мы хотим, чтобы было дальше. Очевидно, нам нужно сохранять контроль над машинами, которые мы создаем. Второе — я во многом согласен с Грэгом. Я очень уважаю то, что он делает, но у нас есть некое дружеское разногласие. Я подписал письмо про Шеня при остановке. Я считаю, что нам нужно поставить на паузу рискованные предприятия. Давайте попробуем повторить то, что делают в биотехнологиях. Нам нужны четкие стандарты безопасности. Если вы собираетесь выпустить новое лекарство, вы не можете просто поставить его на полки супермаркетов. Сначала нужно провести клинические испытания, убедить экспертов в том, что оно безопасно. Я бы хотел видеть подобные стандарты для очень мощных систем. И уже компании должны будут доказывать, что их система безопасна, прежде чем откроют ее. А кто будет определять стандарты? Ну, что в Израиле, что в США, с биотехнологиями этот вопрос решили. А если речь не про биотехнологии, ты говоришь про регулирующие органы или законодательные? Это, конечно, не единственные два варианта. Это просто довольно очевидная дихотомия. Я не думаю, что нам нужно заново изобретать колесо. Люди, которые решают, получат ли лекарство одобрения в Израиле, это не люди из парламента, из Кнессета. Это израильские ученые. Но правительство тут играет роль. Мы можем повторить эту схему. Илон расскажет, как это происходит в автопроме. Я не хочу тут слишком много обсуждать, потому что это не так уж и сложно. Мы можем ввести определенные стандарты и продолжать разрабатывать прекрасные вещи с помощью ИИ. Да, чего-то придется подождать. Но это будет того стоить, потому что в итоге мы стремимся к безопасности. Последнее предложение — это воспользоваться нашей свободой и работать всеми вместе. Я не только про компании, но и про страны. Нам очень нужно общее позитивное видение будущего. И я тебя, Илон, за это ценю. У тебя хватает смелости говорить о по-настоящему дерзких идеях позитивного будущего. Что заставляет людей сотрудничать и не обращать внимания на мелкие недопонимания? Это всегда совместное видение. Когда люди понимают, что нам всем будет лучше, если мы будем работать вместе. Технология — это не игра с нулевой суммой. Есть такие страны, как Швеция и Дания. Люди убивали друг друга веками, и их ВВП оставался неизменным. А потом появились технологии, и обе страны взлетели. Совершенно очевидно, что та технология, которую создают Грег и Илон, может сделать так, что всем людям будет значительно лучше. И не только на этой планете. До того, как мы начали это обсуждение, мы говорили об областях, в которых ИИ может произвести революцию, например, здравоохранение и многое другое. Я бы добавил, что мы можем не ограничивать себя этой планетой, когда у нас есть целая Вселенная, где жизнь может процветать еще миллиарды лет. Чем больше мы понимаем потенциал этой технологии, и если мы все сделаем правильно, тем больше у нас будет причин быть терпеливее в моментах, когда это необходимо. Убедиться в том, что технология безопасна, и получить прекрасное будущее. Может, в каком-то смысле мы отстаем в социальном и политическом развитии. Как будто в каменном веке появились ядерные технологии. Что с ними делать? Я об этом, пожалуй, и говорю с точки зрения темпов разработки. Какие решения нам нужно принять, чтобы максимизировать выгоду и снизить риски? Думаю, нам стоит продолжать подобные встречи. Илон, ты на днях был в Сенате, я предполагаю, вы об этом говорили. Ты, конечно, не обязан рассказывать все, но, может, поделишься тем, чем можешь. На встрече было много людей, так что не думаю, что это секрет. Мы обсуждали регулирование ИИ. Сэм Альтман из OpenAI там тоже был, как и несколько лидеров. Я поддерживаю идею органа регулирования ИИ. Начинать нужно с команды, которая собирает информацию, чтобы максимально понимать положение дел. Потом пишет предложение по введению определенных правил, и в конечном счете вводятся меры регулирования. У нас есть такие органы для всего, что может стать потенциальной угрозой обществу. Есть Управление по санитарному надзору пищевых продуктов и медикаментов, есть Управление гражданской авиации. Все, что может навредить обществу, регулируется. И мы на своей шкуре испытывали, какова жизнь без этих органов после того, как погибло большое количество людей. Я не из тех, кто считает подобные органы панацеей. Конечно, есть и минусы, дела идут гораздо медленнее, и иногда происходит регуляторный захват. Но в целом я не представляю, что общество хотело бы закрытие большинства регулирующих органов. В этом случае подобные управления стоит воспринимать как судью на поле. В каком спорте нет судей? Нужен кто-то, кто будет следить за честной игрой, чтобы игроки не нарушали правила, поэтому даже в любом спорте так или иначе есть судьи. Так и с безопасностью ИИ. Я продвигал это по всему миру. Несколько месяцев назад я был в Китае, встречался с руководителями высшего звена, но основными темами моего разговора были безопасность и регулирование ИИ. После долгого обсуждения они согласились, что в регулировании есть смысл, и они немедленно приняли меры в этом направлении. Иногда люди говорят, если Запад начнет регулировать ИИ, а Китай нет, и Китай нас обойдет, я думаю, они тоже очень серьезно к этому относятся, из-за противоположностей тем моральным принципам, которые можно запрограммировать в систему. Грег, ты что по этому поводу думаешь? Знаешь, эта технология почти обратна тому, как мы представляем ее работу. Как с проблемой скрепок? Если мы заставим машину делать как можно больше скрепок, и машина станет очень умной, она решит, ну все, эти дома, заводы, все это не производит скрепки, а теперь будет. Люди какие-то мешаются, скрепка, просто нужно пересобрать атомы. Мне не кажется, что это не тот технологический путь, на который мы встали. Посмотрите на GPT-3, эта система понимает нюансы, она понимает здравый смысл. Да, у нее есть другие проблемы, она делает ошибки, которые не сделал бы ни один человек, теряет мысль, говорит странные вещи, иногда выдумывает что-то. У нас есть реальные проблемы, которые нужно решить. Но для меня сложность, и это часто игнорируют, это нюансы. Особенно в связке с той технологией, которую мы уже имеем. В частности, как она отличается от наших представлений о том, куда, как мы думали, она придет. Интересно, что Макс упомянул письмо о приостановке. Одной из ключевых частей этого письма было не обучать GPT-5 в течение следующих шести месяцев. Мы прочитали это и подумали, так мы и не обучали бы GPT-5 в следующие полгода. То есть можно упустить нюансы того, что происходит на механическом уровне. Но да, есть вещи, которые требуют изучения, обсуждения, и требуют от нас быть открытыми и показывать то, над чем мы работаем. Это будет очень важно по мере разработки таких мощных систем. Есть другие благословения и проклятия в развитии этих технологий. Мы говорим о цифровом сверхразуме и также говорим о чат-GPT. Это очень разные вещи, но каким-то образом между ними образуется плавный переход. Я думаю, благословение — это то, что мы немного заглянули в будущее. Мы немного попробовали эту систему. Я говорил о личном репетиторе для каждого, отчасти он уже есть. Это не идеально, репетитор, и у него много проблем, но можно зайти в чат GPT и бесплатно спросить у него что угодно, и он тебе ответит, даже что-то проницательное. Справедливо, я беру свои слова назад. Пока оценка 7,5, но вы дойдете до десятки. Определенно, да. И я думаю, хорошо, что люди с этим сталкиваются, пока мы еще можем над этим просто посмеяться. Как только он начнет придумывать идеи, вот сидишь, ты пытаешься в чем-то разобраться, а он тебе, тебе стоит вот этому человеку сказать вот это, сделать вот так, скорректировать расписание. Когда он будет подавать классные идеи, ощущаться все это будет совсем по-другому. Когда-нибудь у нас будет система, которая сможет автономно провести какие-то исследования и скажет, вот смотрите, тут химическая формула, пожалуйста, смешайте вот это и это. Прежде чем что-то смешивать, нужно убедиться, что такая система заслуживает доверия. Поэтому вопрос в том, как нам разделить сегодняшнее распространение технологий и их применение, все наши обсуждения, все это должно происходить. Технологии с открытым исходным кодом, как многие делают. Нам не стоит подавлять такую разработку, мы должны их продвигать. Но важно думать о будущем и оставаться на острие, и понимать, что мы придем в определенную точку, где мы построим самые огромные машины за всю историю. Илон говорит об огромных дата-центрах, куче компьютеров. И это нужно увидеть, чтобы по-настоящему прочувствовать. Я был в подобных центрах, и ты просто понимаешь масштаб того, что сейчас создается. Разговор о GPU на самом деле очень абстрактный, если просто смотреть на цифры. А там ты осознаешь механику, которая стоит за тем, что ты создаешь для когнитивного интеллекта. И в этом вопросе нам нужны международные решения. Я полностью с тобой согласен. При всем уважении к просьбе приостановить разработку, этого не произойдет. Фарш обратно провернуть нельзя, и я не уверен, что можно замедлить процесс. Единственное, что можно сделать, это ускорить наши собственные усилия. И ты прав, это должна быть международная работа. Начинать, конечно, нужно с государств единомышленников. Просто начать. Тут нужен очень серьезный разговор. Прежде всего, обсудить то, чем страны не готовы делиться. Это, очевидно, связано с безопасностью стран. Затем этические стандарты и прочие правила, которые нам быстро нужно принять. Это совместная работа индустрии и правительств. И затем, как по мне, нам нужно обсуждать это с другими державами, основываясь на их интересах. Вы уже начали это делать, и это прекрасный шаг. Тогда, думаю, у нас есть шанс до какой-то степени сохранять контроль над нашим будущим. Оно может быть потрясающим. Не уверен, что я лично захотел бы жить в раю. Это может быть скучно. Очень скучно. Но, с другой стороны, я бы лучше жил в скучном раю, чем в интересном аду. В Тесле есть другое название кнопки паузы. Они называют ее тормоз. Когда мы написали письмо с просьбой приостановить разработку, я лично не думал, что все сразу притормозят. Для меня цель была в том, чтобы начать диалог о проблемах, с которыми мы уже сталкиваемся. Я очень ценю, что ты, Грег, Сэм и ваши коллеги открыто сказали, что, возможно, наступит время, когда вы захотите притормозить определенные разработки, если они будут отвечать некоторым критериям. Если Илон скажет, что может наступить время, когда он захочет притормозить Теслу, я ему больше буду доверять, потому что знаю, что в машине есть тормоза. Там есть механизм, с помощью которого это возможно сделать. Поэтому мне очень интересно тебя послушать. Какие критерии есть у вас? Можешь ли ты уже сейчас говорить о будущем, в котором какие-то нюансы заставят вас притормозить? И не будет ли это сложно сделать, даже если ты и Сэм решите, что пауза необходима? Есть ли у вас механизм противостояния коммерческому давлению? Вообще, я отчасти согласен с вами обоими. Мое представление о том, как будет выглядеть будущие разработки ИИ, не такое простое, что можно было бы масштабировать модели и остановить все и распустить сотрудников, если мы заметили что-то странное. Определенно так не будет. Я думаю, нам стоит прилагать усилия для достижения максимальной скорости движения к хорошему будущему. И это останавливать не стоит. Мы хотим сжать на газ. Тут вопрос в том, какие действия приводят именно к этому, а какие отдаляют и ведут в другую сторону. Это разница, то, что нам стоит обсуждать. Поэтому я немного отхожу от формулировки паузы, исходя из наших предсказаний от GPT-4. Если бы наши предсказания не были точны, мы бы не понимали, в какой мы точке находимся, а мы постоянно проводим какие-то эксперименты, и бывает так, что мы получаем странный результат, который не до конца понимаем, и мы тратим много времени на то, чтобы это исправить. Одна из причин, почему мы это делаем, это как раз-таки безопасность. Но даже если про нее забыть, у тебя без этого все равно не получится создать хорошую систему. Поэтому я думаю, что в ИИ много места, где существует соответствие между возможностями и безопасностью, между созданием чего-то полезного и чего-то безопасного. Это не идеальная схема, но расхождение между этими целями скорее удивительное. И самое большое расхождение, с которым мы столкнулись, было связано не с давлением выпустить модель чрезвычайно быстро. И вообще, рынок ненавидит галлюцинации, люди ненавидят, когда модель что-то выдумывает. Все шутки по поводу того, что модель не дает пользы, рынок это ненавидит. А корректировка проблем соответствует желанию сделать их безопаснее. А вот то, от чего нас оттолкнул рынок, это когда ИИ вступает в конфликт с другими ценностями, например, конфиденциальность. Когда мы изначально запустили API GPT, мы сказали, мы будем за всем следить, мы будем все записывать. Если увидим что-то странное, мы посмотрим влоги, посмотрим, что вы сделали. Люди очень против этого. За остальными записывать можно, но за мной лично не надо. Как это сбалансировать? Мы часто с этим сталкиваемся в переговорах. Мы хотим дать компаниям уверенность в том, что мы не будем хранить их данные и будем их сразу удалять. Но это лишает нас возможности проводить какие-либо расследования. В этом случае правительство и нормы могут быть очень полезными. То есть даже если это было бы самым жизнеспособным решением коммерческие, правила будут вот такие. И все им должны подчиняться, чтобы никто не вступал в безумную гонку. В конечном счете тут будет много нюансов. Я просто принял, что эта область совершенно контринтуитивна. Все, что мы узнаем, еще 10 лет назад показалось бы совершенным бредом. И каким-то образом нам нужно с этим работать. Единственное, что я могу добавить, это пригласить вас всех в Израиль. Я бы хотел продолжать этот диалог и пригласить других ваших коллег и руководителей стран, чтобы обсудить международную стратегию для государств единомышленников. Мы можем начать с этого. Сначала страны-единомышленники, потом весь мир. Как вам такой план? Вообще, я думаю, что вы делаете потрясающую работу. Илон говорил о том, что такое человек. Двуногое обезьяноподобное существо с корой головного мозга и компьютером, полное желание и стремлений. Но мозг развивается теперь так, что мы и представить себе не могли. Процесс не останавливается. Касаясь моих предыдущих комментариев, у нас есть надежда на контроль в контексте сильного ИИ. Я не про какой-то специфический уровень. На самом деле, кора нашего головного мозга просто служит нашей лимбической системе. Думающая часть нашего мозга постоянно пытается осчастливить инстинктивную, даже несмотря на то, что она гораздо умнее. В этом смысле у нас есть надежда, что цифровой суперинтеллект, пусть он и умнее, чем кора головного мозга, будет хотеть ее осчастливить, а вместе с ней нашу лимбическую систему. Не хочу отходить от темы, но люди тратят огромное количество сил на то, чтобы думать о сексе. И даже не для деторождения, а просто, чтобы лимбическая система была довольна. Можно предположить, что нас ждет хорошее будущее, даже если мы не понимаем цифровой суперинтеллект. Точно так же, как лимбическая система не понимает кору головного мозга. В конечном счете, ИИ все равно может пытаться их осчастливить. Заканчиваем на хорошей ноте. На прекрасной ноте. Спасибо. Спасибо всем. Спасибо. Спасибо.